Она показывает возможности области и показывает то, что область делает в направлении работы для людей с ограниченными возможностями. У нас есть несколько спортивных федераций, такие как федерация спорта глухих, областная федерация спорта для инвалидов. У нас есть достаточно сильные и серьезные очень достижения. Спорт, адаптивный спорт в первую очередь для людей с ограниченной возможностью и для государственной политики. Это особая ниша, это даже не социальная помощь, это, наверное, вид и способ государственной политики привлечения людей в общество, их массовой социализации, предоставления им возможностей. Конечно, государственная политика в этом направлении требует больших ресурсов и финансовых, и административных. Но то, что в последние годы здесь достаточно много сделано, в том числе и в Алгарской области, это действительно так. Реализуется программа «Безбарьерная следа», хотя еще и, может быть, не в таких масштабах, как нам хотелось, но уже большое количество учреждений образования. В этом году мы заявили 17 учреждений спорта должны быть обеспечены возможностями для того, чтобы в них занимались люди с ограниченными возможностями. Сегодня выплаты, установленные восстановлением правительства области для одного спортсмена-адаптивщика за победу на соревнованиях, составляют 370 тысяч рублей. В Алгарской области, Череповец, окрестности Череповца многие века были центром кузнечного промысла, когда металл добывали из болотной руды, и поэтому традиции производства качественного металла, это не только традиции XX-XXI века, что стало характерным для нашего города, и наш город – это центр металлургии России. Испокон веков наша земля славилась своими мастерами, и паралимпийский огонь будет зажжен от пера жар птицы, от раскаленного пера жар птицы, выкованного местными умельцами, местными кузнецами. На мой взгляд, это яркое воплощение исторических традиций, заложенных в нашем краю.